Добрый день! Наш сегодняшний блог мы снимаем на крепости Митсада, или Массада, как ее принято называть на русском. Здесь многие рассказывают разные истории. Кто-то увлекается археологией и архитектурой, кто-то кому-то нравится рассказывать о том, какие здесь огромные склады и сколько времени можно было держать оборону. Меня здесь привлек прежде всего аллахический момент этого противостояния. Дело в том, что в этой комнате, где мы сейчас находимся, это так называемый хедер-горалот, комната жребия. Здесь профессор Нетцер утверждает, они нашли таблички с именами бойцов, которые бросали жребий с последнего десятка защитников Массады. Кто погибнет, в какой очередности. На самом деле, как представляется здесь, они выбрали свободу или рабство. Умереть свободными или быть рабами римлян. На самом деле, я не знаю, насколько можно верить тем источникам, которые есть, то есть книги Йосифа Флавия. В принципе, многие мудрецы говорят, что он достаточно авторитетный источник. Но в Талмуде написано не про эту историю, а немного другую, что мальчики и девочки ехали на корабле, их везли на корабле в качестве рабов в Рим, и девочки спросили у мальчиков, «Мы знаем, зачем нас везут в Рим. Если мы прыгнем в море и погибнем, у нас будет доля в будущем мире». Тогда старший мальчик толковал какой-то стих из Тегилин, из Пасанов царя Давида, и из него доказал, что будет доля в будущем мире даже тем, кто погибает от собственных рук. Несмотря на то, что обычно в Торе самоубийство – это очень тяжелый грех, который лишает человека доли в будущем мире, и нельзя ни в коем случае убить себя, но в случае, когда есть опасность, что из человека сделают либо идолопоклонника, либо развратника, либо заставят его насильно быть орудием разврата, то он может лишить себя жизни, дабы не подвергаться таким унижениям. Но здесь у них была еще одна дилемма. Они должны были решить, кто убьет собственных жен и детей, и кто убьет других и покончит с собой. И вот это была самая тяжелая для них дилемма. Кто будет этих... И они решили, что они не будут решать это самим. Они дадут Всевышнему самому решить, кто это сделает, и поэтому они бросили жребий. Мы должны знать, на самом деле, у меня не покидает здесь это впечатление, тем более, когда мы спускались сейчас по горе, я подумал о том, что римляне, в принципе, на самом деле победили в этой осаде. Все его защитники умерли, подкончились с собой, но на самом деле в исторической перспективе победили мы. Мы сейчас гуляем здесь по этой крепости, и римляне остались только в истории, от них остались вот эти вот квадраты и их осады. А еврейский народ вернулся на свою землю и установил ее. Поэтому на самом деле история Масады – это история, когда вроде бы смерть, но на самом деле это победа. Большое спасибо. Большое спасибо.